всем привет мои друзья сегодняшнем обзоре мне хотелось бы показать своего миниатюрного гибрида это фаленопсис венус в этот гибрид вложены две красивые миниатюрные разновидности как фаленопсис линдена и фаленопсис эквестрис разновидности которые произрастают на филиппинах на высоте от 300 до 1500 метров над уровнем море как я уже сказала имеет от миниатюрного до средних размеров одна из разновидностей это фаленопсис линдена имеет очень красивый варикад на листиках по сравнению с фаленопсисом эквестрис который имеет однотонный листовой покров эти две разновидности имеет одинаковое поведение в цветении единственное отличие скорее всего цветы если фаленопсис линдена имеет очень красивые округлые формы то фаленопсис эквестрис имеет более утонченные формы лепестков и также губы я думаю что этот гибрид все-таки больше взял по форме от фаленопсиса линдена но окрас по моему от фаленопсиса эквестрис очень интересный цветонос на котором можно увидеть и увядание и свежий распуск и также бутоны посмотрите цветонос он продолжает набирать в длину потихоньку наращивая бутон за бутоном такое поведение цветения у этого гибрида длится долгий три четыре месяца такое цветение я наблюдала в том году когда цветонос начал развиваться распуская первые цветы следом их увядая распуская последующие также их увядая и по истечении четырех месяцев когда я ждала очередное зацвете у меня неожиданно появилась детка детка появилась на конце цветоноса и начала активно развиваться это детки год посмотрите она очень похожа на свою мамку которая имеет пигментацию за год растения не набрала большую величину посмотрите она очень хрупкая крохотная но зато развила очень хорошо корневую систему система которая в длину достигает до 10 сантиметров я не собираюсь ее снимать цветоноса так боюсь загубить это растение я просто хочу слегка загнуть цветонос и как-то определить это растение на блок я думаю что когда укоренятся корешки когда растение почувствует себя в безопасности она сама как-то отойдет от этого цветоноса и даст ему увянуть я сейчас у меня вот такая интересная картина которая в одно время и наращивая детку и также цветет наращивание деток на цветоносе присуще полинопсису эквестрис я смотрю что этот гибрид очень хорошо перенял эти гены варигат листьев которые получился при скрещивании фаленопсиса линдена и фаленопсиса эквестриса посмотрите он не яркий но он есть на сером фоне темно-зеленый варигат линосис линдена имеет же более яркий окрас с белыми просветами и фаленопсис эквестрис просто зеленую ботву также за много лет выращивания этого гибрид а я заметила что большую массу листьев он не наращивает когда же появляется новый лист то нижний четвертый по счету он отпадает гуляя по интернету и рассматривая фотографии фаленопсиса линдена я заметила что само растение имеет небольшую массу листьев также как и у этого гибрида по сравнению с фаленопсисом эквестрис который имеет своей массе до 5 6 листьев содержание этот гибрид очень легок моих условиях в зимний период он выдерживает то плюс 10 градусов такая температура зимний период опускается но опускается очень редко в основном держится от 12 до 13 градусов и в летний период когда створки моих балконов открывается как то влажность опускается до 40 30 процентов и такой период орхидейка тоже очень хорошо переносит находясь на блоке развивая корневую воздушную систему посмотрите когда же я приобрела эту разновидность я получила ее на пробковом блоке после приобретения проложила слойку мха чтобы облегчить содержание у этого гибрида в моих условиях посмотрите как она за это время разрослась как она надула корневую систему корневая система очень красивая обильная эту разновидность я приобретала как фаленопсис линдена опять меня подвел мой поставщик из польши которого я постоянно покупаю орхидейки посмотрите что-то последнее время он мне стал не нравится так как по истечении какого-то времени те орхидейки которые я когда-то приобретала они начинают у меня потихоньку зацветать и буквально половина тех орхидей которые я приобретала у этого поставщика они все оказываются пересортом единственное в чем не ошибается продавец это в разновидности если это котленная группа то обязательно это будет котлейка если это станкопия то разновидность придет в станкопии единственное при зацветании могут появиться не те цветы которые были заявлены сейчас я хотела бы вам поближе показать еще раз цветение так как посмотрите цветы очень красивые миленькие имеет игривые формы очень красивую губу и также нежную расцветку на этом я буду с вами прощаться всем спасибо что были со мной что смотрите меня до свидания и до новых встреч на моем канале всем пока пока